Ненецкий округ вошел в тройку регионов, в которых зарегистрировано больше всего разводов, уступив первые две строчки рейтинга Сахалинской области и Республики Карелия. При этом наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Такие данные приводит Росстат. Почему наш регион один из лидеров по разводам и какие причины чаще всего становятся поводом для распада семьи, решила выяснить наша съемочная группа. В Ненецком округе за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 98 расторжений брака, что ненамного превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Через орган ЗАГС развод оформляется по взаимному согласию и в отсутствие совместных несовершеннолетних детей. Остальные разводы оформляются через суд. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, среди причин для развода, россияне назвали бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью. Так ответили 46% респондентов. 22% опрошенных считают, что браки распадаются из-за измены и ревности одного из супругов. Примерно столько же человек считает, что причиной развода становится эгоизм и непонимание между супругами. Такой ответ выбрали 21% респондентов. На ваш взгляд, что становится причиной для того, чтобы семейная пара подала на развод? Недоверие. Недоверие? Да. А что еще? Недоверие это что, из-за измены? Недоверие может быть в измене или в большинстве других случаев вообще. А так, может быть, у них еще, ну, люди чаще всего поспешные выводы делают из-за этого, не думая выбирают. Я думаю, просто из-за поспешных выводов могут расстаться из-за этого. Ну, вот, не сошлись с характерами. Можно вообще всю жизнь прожить, все терпеть, а можно сразу разводиться. У каждого по-разному. Ну, у нас ценности вообще поменялись в жизни. Ну, я не знаю, я 25 лет замужем. Разводиться не собираюсь. Ну, а другие, как думаете, что их, ну, провоцирует на такой серьезный шаг? Ну, у нас такой серьезный шаг, у нас безработица. Это в основном мужчины пьют, из-за этого и разводы больше. Ну, или женщины пьют. У нас алкоголизм и женский мужской жесть. Хорошо. А может быть, какие-то еще есть причины? Ну, вот, если предположить, что еще может быть? Если будем все устроены на работе, я думаю, что разводов меньше будет. Как показал всероссийский опрос, 11% респондентов отметили важное создание семьи, но не сочли официальную регистрацию брака необходимым для этого условия. Такого мнения придерживаются в основном россияне в возрасте от 18 до 34 лет. Впрочем, большинство, а именно 77% опрошенных, считают, что брак должен быть официально зарегистрирован. Такой точки зрения придерживаются в основном люди старше 60 лет. Добавлю, что сейчас в нашем регионе и в целом по России отмечается снижение количества заключенных браков. Это связано с тем, что в брачный возраст у нас входит поколение 90-х. Как раз в тот момент, это 94-95, была демографическая яма, снижалась рождаемость. Сейчас эти граждане, они дошли до брачного возраста. В связи с этим, ну, в целом по стране такая ситуация. Так что она для округа не критична. Я очень надеюсь, что за последующие полугодия количество браков возрастет, а расторжение снизится. В Ненецком округе самые популярные месяцы, которые молодожены выбирают для свадьбы, выпадают на август и начало сентября. При этом чаще всего регистрируют свои отношения пары, в которых возраст супругов колеблется от 24 до 34 лет. У нас зафиксированы и более ранние пары, но они, например, до 18-летия, они вступают в брак с разрешением органов местного самоуправления. Есть и более поздние пары, да, это уже пожилые люди, некоторые прожили всю жизнь вместе, и вот на склоне лет они решили зарегистрировать официально свой брак. Есть пары, которые друг на друге женятся повторно, а то и в третий раз. Ну, такая привычка жениться. Подать заявление на заключение брака можно как минимум за месяц, максимум за год. При этом в случае, если невеста находится в интересном положении, дату росписи могут назначить раньше. Добавлю, что для регистрации брака необходимо оплатить госпошлину. Ее размер составляет 350 рублей. В случае развода ее размер составит 650 рублей для каждого из супругов. Ответственное отношение к созданию семьи, выбору партнера для совместной жизни и умение находить компромиссы не только принесет вам счастье, но и сэкономит семейный бюджет.